Доброй, доброй, доброй ночи! И феномен, по большому счету, они вырвались из Вайлдкарда, они выиграли его, причем так уверенно выиграли, в частности, Вегу Сквадрон оставили неудил, да и MVP там получили от Сидеков по заслугам, ну и Сидеки после этого, выйдя из Вайлдкарда, не будучи фаворитом, совершенно в группе заняли второе место, по сути, или второе, подождите, или даже первое, обогнав Evil Geniuses, что, в принципе, ну, на какой-то стадии Сидеки точно были впереди. И ЕГЭ не всплывали на их фоне. Ну, то есть, что-то совершенно неожиданное и феноменальное случилось в Доте, конкретно на пятом Интернешнале, конкретно от команды Сидек. Ну, на данный момент они играют против Клаудов, очень даже серьезный коллектив, вот эти вот Клауда, эти самые до четвертого Интернешнала, постоянно были в топе. Топ-2 любого турнира это Клауд Найн, то есть, без вариантов абсолютно. Они обязательно где-то топ-2, топ-3, 100%. Тогда о Сидеках никто знать вообще не знал, кроме, наверное, тех, кто стоит за этой командой и планирует эту команду, планировал эту команду сформировать. Ну и Драгон Найт в пик от команды Клауд Найн заходит. Есть уже Бэйн, есть Висп, даже не будет Тинни плюс Висп, это будет просто Висп плюс Висп. Окей, Сидек забирает себе Герокоптера и Баунти Хантер тоже отлетает в пик данного коллектива. Возвращаясь к прошлому матчу, который мы с вами посмотрели, это была Team Empire против команды LGD Gaming. Ну и команда Empire одну игру выиграла и две проиграла. Проиграла, по сути, с учетом 2-1, третья была провальненькая, ну так, знаете ли, даже третья, как это сказать, несправедливо провальная была от команды Empire. Они показали, что они в порядке вообще, что они могут сдержать команду LGD Gaming. На первой игре боролись хорошо, на второй вообще унизили команду LGD Gaming. А что случилось на третьей игре, так это вот тотальное унижение в сторону команды Empire. Там, конечно, сложновато было. Но быстро выбрали темп игроки. LGD Gaming рано начали зарабатывать свои фраги, и когда счет был 3-15 на 12-13 минуте, понятно, что игра тупиковую вообще ветку развития выбрала для Империи. Особенно и не было вариантов для камбэка, а тем более по такой неуверенной игре, которую они показывали. Клауда забанили Viper'а, и SF отлетает баном от команды CDEK. Ну, будем надеяться, что CDEK покажут все-таки, что не зря в них верят. Они выше местом, чем команда Cloud9. Я так понимаю, CDEK могли и сами выбирать себе оппонентов, и выбрали в таком случае Cloud9, если не ошибаюсь, третий или четвертый в своей группе. После этого матча у нас начинается сетка лузеров. Там матчи в формате Best of One будут, возможно, будут быстрыми, возможно, нет. Пока сложно сказать. Да это вообще всегда сложно сказать. По графикам мы в 23.00 должны были начать этот матч. На данный момент 1 час 39 минут в Киеве и в Москве. То есть выбились мы из графиков уже на 1 час. Да какой там на 1? На 2 часа 40 минут. Добро пожаловать в современную доту. И это Valve организует. Топ. Структура как бы главная. Это сама дота. На часы не смотрит. Там было ряд траблов. И поздновато слишком. Империя начала против команды LGD. Ну, одно на другое наслоилось. Длинные три матча от Империи LGD. И вот, пожалуйста, вот мы уже практически на 3 часа отстаем от графика после первого матча. Это, знаете ли, не шуточки. Клауда, забрали себе Разора. Есть Dragon Knight, Bane и Висп. Ну и под что Висп я до сих пор не могу понять. Может быть, будет Бристлбэк какой-нибудь на сложную? Как вариант. Тогда понятно еще под что Висп. Либо Висп будет с Деканами, Длейни тоже в принципе нормальная тема. Либо Висп будет сам по себе, что тоже неплохо. В любом случае, летающая аптечка достаточно полезна в любом пике. Но обыкновенно, конечно, забирают этого героя под кого-либо. То есть он в паре с кем-то должен быть. Посмотрим на следующий бан команды Цидек. Что они тут видят. Я бы Бриста на самом деле банил. Мне кажется, что Висп может под него зайти. Цидеки забрали себе Лину, Баунти Хантера, Гирокоптера и Клокверка. Все их как-то на красненькое тянет. Посмотрите на расцветку. А, один Гирокоптер. Тоже с оранжевыми, конечно, вставками. Но с голубоватым костюмом. Странно. Странно. Клаудамт. Последний бан от них. Ну, по данному пику не хватает еще одного саппорта команде Цидек. Я думаю, что Лина это, скорее всего, мидлейн. Сложно. Это Клокверк. И Гирокоптер будет фармить. Баунти Хантер будет гулять. И Лайн Саппорт тут необходим. Линой не отделаться. Даззл не вижу в баню. Нет, нет. Даззла ни в какой бане. Да ведь же Доктора нет в бане тоже. Часто пикабельный. Известный герой. В современной доте. То есть мета стопроцентная. Виверны тоже не вижу в бане. Странно. Как-то и Империя не забыла. И Визаж. В пике команды. О, в бане, точнее, от команды Клауды. Пугна. Вот, СД Гейминг. Ну и, наверное, быстрый должен быть пик от Клаудов. Не знаю, Пугна здесь не Пугна планировался. Что вообще здесь планировалось. Куда Виз пойдет, до сих пор не могу понять. ДК, наверное, ДК все-таки, да. Или Кразору на линию. Да плевать уже. Пусть куда хочет идет. 10 секунд. 5 секунд. Пусть куда-то остается. Пусть куда-то остается. Пусть куда-то остается. Летать и разваливать. Тут вместо ДК вообще надо было бы Найкса какого-то займить. На Мид Лейн. Чтоб Розор с Виспом на Голова Усайлз и Сторм падали. А Нейчерс Профит себе еще Найкса приносил. Вообще было бы супер, супер звездный десант. Ну и Цедек. Последний пик от них. Надо чем-то отпушивать, скорее всего, Нейчерс Профит. Хотя Герокоптер есть, который этого Нейчерс Профита и всех его тварей, по идее, съедает в соло. Просто через один флэг Кэнон, через Рокет Бараш. По сути, для Герокоптера это Допфарм. Странноватое решение от Клоудов. Мне почему-то кажется, что команда Цедек сейчас их сотрет минут за 15. Ну и герой неплохо было бы героя какого-то для ранней агрессии заиметь. Винтер Виверн от команды Цедек Гейминг. Все-таки Виверна на Лайн с Герокоптером. Не ВД, не Даззл. А Виверна тоже был такой вариант. И этот вариант Цедек реализовали. Ну и по команде Клауд Найн. Боун Севен забирает себе Нейчерс Профита. Драгон Найт это Фаттер. Дазор это Этернал Энви. Мизери будет играть на Бэйне. И Нолтейл будет играть на Веспе. Со стороны Цедек Гартер берет Баунти Хантера. Шики Лину на Мид Лейн забирает. Герокоптер это Агрессив. Клокверк это... Это, это, это... Как бы вспомнить игроков команды Цедек. Непростая тема совершенно. Ну и ладно. Не вспомню. Еще не примелькались. Кью забирает себе Винтер Виверн. Агрессив Герокоптер и Клокверка я что-то забыл. Икзет. Все правильно. Икзет будет играть на Клокверке. Ну что, пожелаем командам удачи. Вам приятного всем просмотра. Ну и поехали. Фата с Нотейлом на Мид Лейне. Скорее всего будет тусоваться. Розора по идее должны тогда с Бэйном отпускать на линию. И то ли сложная линия от Нейчерс Профита в соло. Даже легкая в соло от Боун Севена. Ну и Цедеки уже на нижнюю руну нацелены. Вард здесь стоит от Цедек. Вард здесь стоит от команды Клауд Найн. Быстренько как-то стоп руны разобрались. Что одни, что другие. Ну и тусовка в лесу. Вечерина готовится начаться. Как мне кажется. Пора бы уже. Ну и здесь в четвером тусуются на Мид Лейне игроки команды Клауд Найн. Будут осторожничать. Они это 100%. Интересно посмотреть на реализацию Баунти Хантера в данном матче. Потому что здесь ВИС платная. Еще нормальная цель. С Бэйном особенно не пободаешься. ДК и Аэрозор тоже неприятные вещи. Ну и Нейчерс Профита, если будет разве что ловить. Из серьезных игроков на холон способен. Нейчерс Профит. Смокрые залы. Посмотрите. Ого. Что это Боунт Севен придумал? Денег на ТП у него нет. Будет стоять и просто ждать, когда... Все, он ждал, когда Хилинг Селф будет куплен. И пошел отдаваться. Просто так на фонтан. Ну, согласитесь, не каждый день такой увидишь. Все, Нейчерс Профит приобрел себе свиток портала. Полетел вниз. Убил Курьера. Боун Севен знал, против кого играет. И очень быстро справились с Курьером. Ну и по голде уже плюсик. Вот, пожалуйста, клоуда начинают 750. По фарму и... И сразу же скатываются, правда. Но это... Это уже... Это уже история. Начали хорошо. А... Цедеки по XP в ПВД. Да-а. Ну, это понятно. Что на 40 секунду это все не учитывается. Ну и Курьера нет у команды Цедек, что приятно. В общем-то, для данного... Для коллектива Клоуд Найт. Боун Севен против Гардеров. Соло. Здесь есть Кью. По идее, Боун Севен из этого Курьера сейчас просто будут насиловать на линии. Уже Артик Берн Кью провязал. Боун Севен половину ХП сливает. И у него нечем регениться. У него нет нифига вообще. Мизери здесь с одним танго. Потому что в пулю все фату. И Боун Севен вынужден просто уходить, что ли, на собственный фонтан хилиться. Или как это... Как это понять? Ну, пожалуй, что так. Пока Нэйч из профит... Вариантов каких-то для... Отхила не имеет. Надо Курьера трогать. С мидлейна забирать у фаты. Ну, этот тупняк же жестейший. Жесточайший вообще. Ноутейл. На сложной пока что стоит. Вместе с Разором Этернал Ленви. Плюс Висп. И еще есть Батлан у Виспа. Поэтому хорошо все должно быть у данной даблы. И Боун Севен уже по кустам прячется. Мизери сам деревья съел. Боун Севену ничего не досталось. Курьер. Не вижу Курьера. Ну-ка. Курьер на Мидлейне. Курьер Туси там. Боун Севен просто не выходит. Взяли на Чиз Профита. Он теперь будет... Летать. Ну и Боун Севен пришел на руну. Ничего тут не видел уже. И не взял. Потому что руна досталась... Руна, руна. Досталась одна Клоку. А вторая досталась Баунти Хандеру. И перемещается на Мидлейн. И Чиз Профит. По сути это просто потерянный герой. Потерянный герой. Потерянный лайн. Потерянная катка. Потерянная Бест оф Три. Или я ошибаюсь. В это время Экзет. На сложной... На легкой линии. Три на ноль. У Этернал Энви. Четырнадцать на три. Он тут при помощи Веспа достаточно хорошо фармит. Но надо Коги юзать Экзету. Просто так не подерешься с Разором. В принципе, статьи Клин первого левела. Никаких проблем быть не должно. Ну и здесь Гардер ждет Курьера. Решил мстить Боун Севену. В Курьере есть Боттла для Фаты. Есть Бутс оф Спид для Фаты. Курьера проапгрейдили. Гардер в это время как раз таки уходит с центральной линии. У Шики уже есть Боттл. Так, теперь давайте по крипам. Двадцать один на три идет Шики. И Драгон Найт от Фаты идет со счетом шестнадцать на ноль. Мизери два на ноль. Два один Боун Севен. Один один Нотейл. Это провал полный по фарму. Со стороны команды Клауд Найт. Ну и Клауда проигрывают по фарму порядка тысячи с момента, когда был убит Курьер. И по экспириенсу Цидеки впереди на четыреста. Ну и в ноль ушел фарм в принципе. Зачем? Для чего надо была борьба с этим Курьером, если ты идешь сливаться? Мне, честно говоря, непонятно. Убили Курьера, можно было купить ТП и просто сделать ТП на собственный тавр. Зачем надо было идти сливаться под фонтан? Мне, честно говоря, было непонятно. Психанул Боун Севен, не понял вообще, что сделал и отправился. Хотя вроде как очень даже обдуманный мув, но реализация его странноватая, честно говоря. Четыре минуты сыграно, пока что счет 1-0 в пользу команды Цидек, но это слитый Боун Севен сам по себе. Агрессии не было и Nature's Profit перемещается в лес. На четвертой с половиной минуте мы сейчас Profit перемещается в лес, прошу заметить. Фарм, конечно, по динамике тут просядет невероятно сильно у Боун Севена и в целом у команды Клауд Найн. Вис плюс Разор — это вот то, на чем, по идее, должны выезжать в этих файтах игроки команды Клауд Найн. Ну и по-хорошему Цидекам надо было бы напасть и сейчас проявлять агрессию. Вис прилететь не может. Боун Севен исключен из праздника фарма. Третий левел получил, начискал вторые, пошел на линию. Агрессив, прям по таверу. Ну и Брайнсап от Мизери успокоил его немного. Гардер просто партизан вообще в лесу команды Клауд Найн. Без агрессии Винтерн Виверн перемещается на нижний лайн. По идее можно будет Мизери цеплять или Боун Севена. Он тут для подцепления просто создан. Через профит, 2 мантии здесь, 1 цирклетка, ну 625 хп и 4 дефа можно сливать. Под Артик Берном 100% плюс замедление от Боунти Хантера, если будет. Все это достаточно просто делается. Но Боун Севен не выходит на линию. Он пытается тут фармить через Нейчер Скол, у него ничего не получается. У него 9 на 1 крипстат на 6-й минуте. Это очень печально. Хотя Экзет здесь 15 на 2, и то неплохо, так он милишный герой. Ну и мидлейн Фата, 28 на 0. И кто там с мидлейна у команды Цедек? Это Лина от Шики. У Лины 35 на 5, Лина тоже перефармливает своего визави. Гардер цепляет Мизери. Скорее всего пойдут по тавр, кулдаун есть у агрессива. Мизери лоуфпшный, брейнсап. Так и не прошел, и это ФБ. Герокоптер забирает этот фраг, и команда Цедек, по идее, еще и тавром полакомится. Крипы уже сейчас подходят, крипов забрать будет несложно для герокоптера, поэтому, по идее, должны тавр забирать уже сейчас. Здесь вводят, вводят через энтов, а крипов команды Цедек, Боун Севен. Контролить у него получается, ну и крипы пока что танкуют. В принципе, с новой пачкой можно будет как-то и на тавр выйти. Тавр уже прилично битый, Фата. Стан пошел в Экзеда, Экзед Коги успеет ли поставить? Успевает ставить Коги, Фата не убивает в итоге Экзеда. Гардер побежал просто преследовать команду. Винтерн Виверн у нас Артик Берн, Фату подстопили. Килл лоуфпшный, Гардер лоуфпшный, Экзед отсюда лоуфпшный уходит. И в это время агрессив фармит, как там Этернал Энви? Этернал Энви тоже фармит. 48 на 8 у него, 50 на 19 у Гирокоптера. Очень даже ровно все. Репон Этворсу давайте смотреть. 3 500 здесь против 3 200 от Этернал Энви. Агрессив сейчас уже близок к тому, чтобы забрать тавр на нижнем лане, а здесь натопит даже небитый тавр. Агрессив продолжает фармить, у него уже кулдаун откулдаунился. Как это не печально звучит. Шики жмет паузу. Что-то там пошло не так. Что-то случилось. У Шики что-то случилось с аппаратурой. К счастью, Интернешнл позволяет нам камеры смотреть. Вроде бы все. Вернулись в игру. Ну и Агрессив забирает тавр внизу. Либо сам, либо крипы помогут. Но с таким количеством демэджа не должен отдавать крипам. Да, 90... 100 даже. 90-100 демэдж у Гирокоптера. Есть уже 1000 голды после приобретенных фейсбудцов. Есть Ринго Факвила. Ну, по Нэтворсу тут очень хорошо себя чувствует Агрессив. Что дальше с ним делать, вообще непонятно. Во-первых, он сам по себе имбовый. Во-вторых, команда ЦДЕК давит и фармит лучше. И как справляться, не ясно. Бон Севен по фарму проседает дико просто. У него спруты в первого левела. Первого левела телепортейшн и Нэйчер Сколл второго. Этот Нэйчер Сколл второго на девятой минуте фармить Бон Севену сильно и не позволяет. Ну и посмотрите на его закуп. Да посмотрите на его Нэтворс. 1700 у Нэйчер Спрофита. Так нельзя. Это перебор. Фата перемещается на топ-линию. Шики видит Бон Севена. По идее, в Соло его здесь забирает. Лайстрайкерри под ноги. Задувка. Шики даже Лагуна Блейд юзать. Думает, юзать или не юзать. Мизери пытается подстопить. Экзет цепляет Мизери. Шики лохэпешный. Мизери здесь, скорее всего, заберут. Сурикену Гардера нет. Маны на него. Фата лохэпешный. Фата в таверну. Это минус 2 уже от команды Клауд Найн. Лохэпешный Бон Севен. Этернал Энви тоже отправляет в таверну. Это минус 3. И где Мизери? Мизери уходит. Дальше погоня пошла от команды Цедек. И Бон Севен подстопил своих оппонентов. Счет становится 5-1. Плюс байбек от команды Клауд Найн. Потеряли мидлейнера. Игроки Цедек. 1000 голды они заработали. И 1700 по экспириенсу тоже в их пользу. Неплохо. Агрессив не умер. У агрессива уже готов Яша. Сеншин Яша, я думаю, минуты на 13-е может быть. По такой вот ситуации. Тем более, линия пушится на топе. Просто перемещайся туда. Забирай у Гардера фарм. И спокойненько себе вывози необходимые артефакты. Или будут стакать Эншентов. Да, вот чем Кьюи за ним. Будут стакать Эншентов. Да, сказал. Пора уже. 53-я секунда. Поздновато. Что тут стакать Эншентов, если Эншенты уже настаканы. И смотрим на Гирокоптера. Агрессив перемещается на мидлейн. Полетели осколки. Ну и все. И агрессив сейчас фактически вывезет здесь, ну я думаю, 1100 процентов. Скорее всего, даже с плюсиком 1000. Ему бы Доминатор, чтобы собаку какую-нибудь взять с собой. В это время Лина забирает Разора. Внизу Этерна Лэнви. Мейн керри команды Клауд Найн отваливается. И пошла погоня за Мизери и Веспом. Цидеки просто отказываются от этой добычи. У них есть дела поважнее. Гирокоптеру и правда лучше пойти и добить этих Эншентов. Хотя, кто знает, может еще один стак стоит сделать, а потом пойдет бить. Хотя и сам должен настакать. Я не думаю, что Гирокоптер пойдет сейчас. Палево устраивает. Да ну блин, 2 секунды. Подожди. И может быть еще миллионный стак получилось бы сделать. Ну нет, уже не получится. Уже не получится. Здесь вообще, по-моему, 4 или 5 пачек. Поэтому денег, по идее, будет очень много. Для Гирокоптера подошел, отстрелял сладкенон. Ждет кулдаун. А вернется еще будет бить. Посмотрим, сколько там денег накапает за эту пачку. Я думаю, что ставлю от 1000 до 1300. Хотя дракон здесь, по идее, один. Ну и здоровенные големы. Три больших, три пачки големов. Или две. Да, две пачки големов. Пачка громозавров и драконов. Одна пачка. Может, даже и до 1000 не дойдет. Кто знает. В любом случае, цедеки 3000 преимущество по голде. Три по экспириенсу. Выходят на своих оппонентов. Ноутейло должны уже видеть. Ну, летают здесь спириты. Они же не просто так здесь летают. Ноутейло увидели. Сразу же врыв пошел от Экзеда. Ноутейло разобрали. Счет становится 7-1 на мизери. На всех, всех, всех холдаун. Вот под Холденбрейсом он просто развалится. Фатт в таверну. Это минус 3. Оцедек вообще безответный. Чуть-чуть виверну продамажило. Что творят китайцы? Согласитесь. Клауда должны быть немножечко пожестче. Они же здесь как бы фавориты на чуть-чуть. На немножко. Ну и вот вам фавориты, да. Фавориты. На клаудов, хотя, кстати, немногие надеялись. Там процентное соотношение аналитиков и всех. 58 для команды Клауд9. Тут СДКи фавориты считаются, да. Но не такие глобальные, что так 1-9 идти. Когда у Na'Vi... Ой, у Na'Vi. У LGD с империей случился такой вот коллапс. Там было понятно, что такое может быть. Потому что 20 с копейками процентов на империю было. И по рейтингу 78, если не ошибаюсь, у LGD. И там можно было понять. Все достаточно логично могло бы случиться. Если верить этим гадкам, то здесь совсем другая история. Ну, гардера развалили. Висп со всеми виспами. Плюс Мизери, Финс Грипп не юзали. Просто разобрали Баунти Хантера. 680 голды за него и 550 экспириенс. Ну и выходят на Т1 по мидлейну. Клауда. Фата перемещается на нижний лайн. Решил здесь подфармить. Пока вариантов немного на самом деле. Давайте пробежимся по артефактам. Клауд 9. Eternal Envy. Собрал уже себе Мекку. Есть у него базилка. Манга. Пауэртрет с лучшей. В своем составе. Фата на втором месте на Драгон Найте. У него есть Пауэртретс. У него есть Боттл. Браср. Ну и 1200 на руках. У Ноутейла уже появляется Урна в Шадоус. Есть Боттл. Есть Мэджик Вон. Тапка пока не имеется. Бейн с одним тапком. Вот у Бейна противоположная ситуация. Ни хрена нет. Зато есть тапка. Ну и Боун 7 на Неча с Профити. Уап-уап-уап-уап. Уау. Жутко, да? Репорты уже, наверное, на Боун 7 полетели. Но фиг знает, стоил ли этот мув того, чтобы прийти на лайн и просто там огребать на Агрессива. Пытается выйти здесь Боун 7. А Агрессив может стоять и драться по большому счету. Светканан у него проюзанный. Был уже Агрессив ТФА. Вот отсюда делает врыв от Экзеда на Фату. Ну и не поможет своим тиммейтам Агрессив. А здесь файт продолжается. Закрыли Экзеда. Гардера тоже закрыли. Мизери могут еще и дорезать. Дорезают Мизери. Все это под треком. Это Килинг Спрёрт Шики. И команда Цедек, будучи гангнутой, по сути, забирает один фраг и просто уходит никого не потерять. 640 голды. Трек. Трек, трек, трек. Где ты? А на ком? Нет, значит, что и не по трекам убили. Или по трекам, да вообще ничего в этим файтрекатам непонятно. 5000 золота Цедек, Экспириенс 5000, тоже для китайского коллектива. Так, у LGD был золотой. У LGD был золотой Баунти Хантер, здесь золотой веник от команды Цедек. Почему бы нет? Здесь есть Войт. Значит, и у них должен быть какой-то герой. Курьер Рейсбэнд несёт для Этернал Энви. Сейчас будет Аквила. Ну, маловато всего, конечно. Давайте смотреть вещи команды Цедек. И сразу с места в карьер. Сэнджин Яша есть у Агрессива, есть Фейсбуцы, есть Рингов Аквила. 600 голды сверху. Ещё Агрессив. Тут переформил всех, кого только мог. На два куска обгоняет Этернал Энви, на два с половиной обгоняет Фату. И Лину обгоняет на 1500. У Лины уже есть Юл. Есть у Шики нул Талисман, ПТ, Ботулы и 500 голды сверху. И полетела толпа на сложную линию. Команды Клауд Найн. Мизери лохэпэшный. Этернал Энви гонится за Агрессивом. У него много демэджей. Вперёд Этернал Энви. Но он с этим демэджем перелетает немножко дальше. Здесь просто останавливает Кью за счёт ульты. Задувает Шики. Колден Брейс. А какой там Колден Брейс? Никому Колден Брейс не нужен. Икзет уже на базе. Это минус один от команды ЦД. За гардером Пагоня. Агрессив возвращается. И будет сейчас Нол Тейла просто разбирать. Мега килл от Агрессива. Шики в спину. Кью в спину. Минус три от команды ЦД. К счёт 13-2. Я думаю, что Лауда тут просто в печали должны быть полнейшие. Бон Севен. Приехали. Хэнд оф Мидас себе приобретает. Рецепт точнее на него до Мидаса. Ещё собирать и собирать. Ну и команда ЦД пришла ещё здесь на десерт оставить себе Тауэр. По идее, после этого файта где-то до десятки их преимущество должно подняться. Тут забранная вышка. Можно и на мидлейн перемещаться. У Клоудов для эскейпа вариантов немного. Скажу честно, я не болею за команду Клоуд Найн. ЦД более-менее симпатичный в этом вопросе. Ну потому что они новые. Просто они примелькавшиеся. Клоуда примелькались. И вот эти опытные коллективы, которые сливаются, по сути, совершенно новым ноунеймом. Естественно, за свежие команды хочется болеть. Они... Ты всё ждёшь, что появится Тима, который тебя будет удивлять. Но и у ЦД как раз из тех, так что тут всё-таки за более слабую команду предположительно. У которой было гораздо меньше шансов. У которых больше рвения добиваться и что-либо доказывать на этом турнире. Восьмёрка или девятка, наверное, для ЦДков. В золото 7500 по экспириенсу. Тернал Энви. Дэмэджи с иллюзией здесь поимел плотненько. Бедная иллюзия. Как слабо она теперь бьёт. Невенты ходят, блочат всё, чтобы не было отводов. Входите, уводите. Может, отвод ещё был вариант. Наверное, не было. Угурклап уже есть у агрессива. Есть у него Сэнжин Яша. Ну, фармит, конечно, просто чудовищный гирокоптер за 18 минут. Почти 10к. Давайте смотреть. 530. ГПМ. Это достаточно круто до 20 минуты. 530. За 500 вообще перевалить. Это хорошо, а на 18 минуте совершенно другая история. Есть рецепт на БКБ. Осталось 1600 Дометрилхаммера гирокоптеров. Ну, как-то ЦДК не рвут особенно. Вперёд сильно не лезут. Настыр на себя не ведут. Где-то надо. Пришло время давить, а не давят. Надо собирать артефакты. Собирают артефакты. По идее, они намного сильнее команды Cloud9. Но бегать за ними не решились. Возможно, это правильное решение. В принципе, фарм-то идёт. У ЦДК преимущество наращивается. Они зарабатывают корр артефакты, которые необходимы обязательно. Гирокоптер сейчас в БКБ. Скоро будет уже у Шики. 2000 осталось до приобретения Аганима. По-моему, Мекка уже для Гардера. Да, так и есть Баунти Хантер с Меккой. Алоха, смотри. Смотри, как можно. Ну и выходят на нижний лайн игроки команды ЦДК. Попробовали мид, не пошло. Пошли на нижний лайн. Гардер стоит в роли варда здесь чекать ситуацию. Ситуация такова, что команда Cloud9 идёт сплит пушить на топ лей. Просто одна ТП-шка от Шики. Минус одна пачка крипов, минус вторая. Кто теперь будет пушить Т2, вообще непонятно. Здесь тоже флаги висят, кстати, первый раз вижу. Хотя здесь есть флаг, почему бы здесь не висеть флагу. Так, врыв у нас от Этернал Энви и Веспа на Агрессив. Агрессив пока живой, закрывает его Бон Севен. Агрессив старается драться. Колден Брейс на него и Агрессив без дэмэджа здесь. По идее, здесь заберут гирокоптера. Дороговато он стоил команде ЦДК. Этернал Энви забрал и 860 голды уже хорошо. Минус 3 делает команда Клауд Найн. Забирает 2600 по голде, 3600 по экспириенсу. Ну, это камбэк. Какой-никакой, но все-таки камбэк. Шики перемещается на Роху. Неужели есть вариант еще подраться? Но Роха падает очень медленно. Бить толком-то и некому. Сейчас Шики задует и поймет, что можно и сюда ворваться. Просто по всем Лайтстрайкеры и Гоу Фай. Полетела Виверна. Может, дороговато, кстати, быть... Чуть-то этот риф Виверни. А может, и дороговато все быть для команды Клауд Найн. Жилу хпшный здесь Разор. Он с Эгой, но если его заберут, то... Смогут слить и всех остальных. Экзет на Фатуфата. Никуда не уходит. Минус 2 от команды Цедекс. Ждем продолжения. Где в это время бегает Разор? Разор убежал на собственный фонтан. Ну и смотрим, сколько по голоде под двумя треками. 1250. По экспириенсу 1750. Цедеки забирают еще и тавр на мидлейне. Ну и все, что вроде как отыграли. Клауда все теперь опять отправляется в китайскую сторону. 5.15. Агрессив пошел фармить вражеских эншентов. Своих как-то скучно уже. Свои пусть стакаются. Хотя, кстати, и не стакаются. Ну и что, БКБ готово для агрессива. Есть также Блэкинг Бар для Афаты. Драгонайт с одним БКБ. А здесь еще после Блэкинг Бара, точнее перед ним Сенжиньяша был от агрессива. То есть, естественно, дела поприятнее идут с экономической точки зрения у команды Цедек. Первое место агрессив 11200. Шики 9350. Дальше Этернал МВ8 380. И Фата 7600. Обгоняют очень серьезно. Да и саппорты команды Цедек. Саппорт, флейнер гораздо сильнее, чем тот же Мизери, тот же Ноутейл. Хотя, так положа руку на сердце, кто на этом турнире, на этом Интернешнле не сильнее, чем Ноутейл. Даже не знаю. 8000 Цедек и по золоту и по экспириенсу 6000 тоже в их пользу. У Гардера уже есть мег, у него есть Аркан Буциф. В принципе, Гвардиан Грифс можно собирать по данному пику при наличии. А тот же Винтерливерный под Колден Брейсом, например, Герокоптер даже без Сатаника будет фуловым практически. Если вдруг его на лоу хп начнут сейвить свои тиммейты. Ноутейл. Ловит у нас от Икзеда. Всякую фигню, духи продолжают гнаться. Будет врыв на Ноутейла и Ноутейл отправляется в Тавер. И далее прорезает релокейт Шики. Очень быстро Лагуна Блейд разрядил. Здесь остался и Бон Севен, я как-то его и не заметил. Этернала Энви за Гардером. А Гардер в Инвизи, а у Этернала Энви ничего в принципе нет. Этернала Энви просто идет отдаваться. По Таверу. Ну, естественно, Шики его ловят. Фью здесь, подстопили. Никуда ты не денешься. И здесь, скорее всего, будут его забирать. Висп мог бы прилететь, но он мертвый. А денег на Байбек у него просто-напросто нет. Этернала Энви стирают. 5-18. Может есть, в принципе, желание подумать о том, чтобы сразу писать ГГ и во второй игре что-то решать. 23 минуты 10 с копейками. По Экспириенсу 7500. Фату ловят. Фата тоже старается уйти отсюда. Бэк оба от Фата и ТП Ау. Единственное верное решение. Но Бон Севен уходит отсюда. Никуда ты отсюда не уходишь. Ульта пошла у нас от Q. Винтерный Верн в Соло разваливает Бон Севена. Я не очень понимаю, как это называется. Нейчерс Профит в Соло разваливается от Лайн Саппорта. Вообще фул-фул-фул-фул-фул Лайн Саппорта. Но это просто фу-фу-фу-фу-фу оффлейнер. Нейчерс Профит здесь просто несчастный. Хотя вроде и обливин став есть у... Бон Севена, ну в целом дела идут распечальнейшим образом. Предпоследнее место Нейчерс Профит. Мизери вообще последнее место. Винтерный Виверн. 5 тысяч. Столько, сколько у Нейчерс Профит. Нейчерс Профит вместе взятых. Бон Севен еще кое-как держится. Икзет 6-100. Ну нормально еще. Выходит Нейчерс Профит на какие-то позиции. Но вы видите, что с ним происходит. Виверн на его соло просто расковыривает. Икзет на Ноутейла. Не дает уйти Ноутейлу. Ноутейл в Таверну. Кто, что хочет сказать в поддержку Ноутейла, скажите сейчас. 5-21 счет. 360 голды Цедек. И Т2 по центральной линии начинает трещать. Предпоследний тавер внешний. Дальше на топ или сразу на мидлейн. Можно, по идее, эту игру, думаю, завершать. 14к здесь. 13к по экспириенсу. Ну и есть гирокоптер в пике команды Цедек. А камбетчить здесь непонятно кому. Драгон Найту нет. А-а-а. Точно нет. Нет. ДК против такого гирокоптера, у которого 13,5 тысяч. А у ДК 9 еще нет. Я думаю, что не всплывет Драгон Найт. 11-й левел ДК. Почти 16-й левел гирокоптер. Не алло, конечно. Ситуация. Гвардиан Грифс уже есть для Баунти Хантера. И Курьер Дайер отваливается. Боун Севен. Вот зачем он нужен был. А вот так с ним будут сейчас разбираться. Боун Севен никуда отсюда не уходит. За Курьера. Ну и просто развалили. Вовремя прилетает гирокоптер здесь через коллдаун. Раз не слабо он Севена в клочья. В тот раз за Курьера пострадал. В этот раз пострадал. Ну и здесь просто Винтервиверно ходит у нас через Клифф. За Гардера побежали. Он под просветкой. Гардер, конечно, скорее всего отъедет. Хотя бежит еще. Но это ненадолго. Гардера убивает. Но Годлайк в это время от Шики. Где это было? Шики внизу разваливает у нас. АйТПшку приобретает себе Этернал Энви. Успеет ли уйти? Должен. Хотя не факт. Лайт Стрекеры под ноги от Шики. И еще один удар от Шики. Это Бион Годлайк уже. От мидлейнера команды Седеку. Лин и счет 11-1-2. За Курьеров. За то, чтобы он Севен нагло себя ведет. За то, что Нуутейл где-то лишнего себя позволяет. Команда Седек просто наказывает своих оппонентов. Это разрыв полнейший. 6-24. Хотя о чем говорить? Мы только что смотрели 31-5. ЛГД против Империи. Но там хотя бы к 40-й минуте все это было. Или к 45-й. А здесь на 27-й минуте уже в принципе все решено. Просто надо дотащить команда. Клауда не будут сдаваться. Это факт. Им надо бороться. У них есть еще варианты для эскейпа. Это все-таки Драгон Найт. Который нет-нет. Да и где-то сплэшом раздавит кого-нибудь. Но тут надо сразу идти в дэмэдж. Потому что даггер по большому счету не нужен. Нападать команда Клауда не будет. А если нападет, то в пятером и обломаются. Поэтому ДК надо подумать о том, чтобы какую-то дамагу займить. Хотя бы какие-то криты. Может где-то пробник. Может можно будет оторвать какой-нибудь кусок от команды ЦДК. А там и денежки появятся. Это опять же, опять же исключительно мое мнение. Потому что Керасой, например, той же Тараской особенно и не вывести. 130 дэмэджа. Все хорошо, конечно. У Геррокоптера сейчас будет уже Баттерфляй. Чуть попозже появится Сатаник. И по такому фарму, наверное, у Геррокоптера все появится быстрее, чем это появится у Фаты. На Этернал Энви тоже можно рассчитывать. Но Этернал Энви, в принципе, может быть быстро слит. И мы видели, как Виверна обходится у нас с такими вот одинокими целями. Ульта всей командой разнесло. В это время разваливает у нас еще и Нейчис Профита. Точнее, в очередной раз. 1-7 идет Боун Севен. У него рецепт на Оркит, который, по-моему, с ним и похоронен будет в конце этого матча. 6-25 счет. Икзет чекает Рошу. Рошана пока нет. Ну и на мидлейны отправляется команда ЦДК. Сдувают просто Мизери. 26-6. Не знаю, чего Клауда в этом вопросе тянут. Ну это их личное дело. Они на Интернашнл приехали не сливать катки за 20 минут. Не писать ГГ. Ну хотя, если есть какой-то вариант, то надо цепляться за любой вариант. Любая игра... Важна до самого финала. А то потом локти будешь кусать, что... А вдруг мы могли дотащить, а вдруг там можно было перевернуть, закомбечить. Пробовать, конечно же, надо. И... Сливать эту игру просто так одной написью ГГ и любой дурак. Ну и Этернал Энви рассыпается. Ноутейл рассыпается. Байбек от Этернал Энви. Здесь от Ноутейла никакого байбека нет. Просто-напросто там денег у него. Ну и дальше файт. Разваливают шики. Не разваливают. Никого там не разваливают. Лины был Бладстоуну. Лина заденайлась. Хотя была лох-эпешная, но при этом еще, кстати, кого-то убила. Да, Бэйна. Она заденайлась. А после этого убила Бэйна. То есть, пока летел Лагуна Блейд, Лина отправилась самоволь... Добровольно, в общем-то, своими силами в таверну. Ну и все. Команда Клауд Найн тоже ведь не железная. Столько терпеть. Да это ж с ума можно просто-напросто сойти. Электив Клауд Найн. Пишет ГГ. 30 минут хватило цедекам, чтобы наказать Клауду. Первая игра настолько быстрая у нас в стадии плей-офф. Empire против 4GD играли долго все три матча. А здесь цедеки показали, что они фавориты, и фавориты не зря. Клауда просто несчастно смотрелись. Бэйн 0-7. Nature's Profit 1-7. 2-7. Разор. ДК 1-4. 2-6. Виз. Ух. Сделайте меня развидеть это. 22 тысячи цедек золота. И 20 экспириенса. Ну что. Гул на следующий матч. Тут в принципе что обсуждать? Обсуждать нечего. Команда цедек просто оказалась сильнее. А Bone7 со старта по сути настроил всю команду на глобальный фит. Ну и к этому Клауд Найн шли. Этого они и добились. Цель поставлена. Цель выполнена. Давайте увидимся во втором матче через несколько минут. До связи.